Всем привет! Сегодня я вам хочу показать, как можно сделать пышную розу в моем исполнении. Для пышной розы нам потребуется, в принципе, два вида бисера. Один из них должен быть рубка. И как вариант я хочу вам показать, какие цвета можно было бы сочетать. К примеру, вот такой темно-синий и синюю рубку. Потом красиво смотрится красный и красная рубка. Рубка, как вы знаете, переливается и блестит на солнце. Очень-очень красиво, поэтому ваша роза будет не просто большая, но еще и такая яркая. Также можно взять прозрачную рубку, то есть она белая вот такая вот. И с ней сочетать серебряный бисер. Он посеребрен только внутри. Или прозрачный, тоже будет красиво смотреться. Я же возьму золотой бисер, золотая рубка. И вот у меня осталось еще немного золотого бисера. Вот этими цветами буду работать я. Роза будет состоять из нескольких ярусов. И первый ярус это вот такие вот маленькие лепестки. Делаем мы их следующим образом. На проволоку, не отрезая ее от мотка, набираем бисер. Вот у меня, к примеру, пока что столько. Мы отмеряем 5 бисерин. 3,5. И отрезаем. Отрезаем, как обычно, там 10 сантиметров кусочек, как вам удобно. И скручиваем. На этот раз, если иногда я показываю, что проволочки вот эти скрученные могут быть коротенькими, там где-то закрываться, теряться, то в этот раз можете взять кусочек подлиннее, для того, чтобы вся конструкция была постабильнее. и скручиваем их. Дальше. Делаем круглые лепестки. Это значит, сейчас я веду вот эту проволоку с бисером. Относительно вот этой оси, относительно основы, 45 градусов у меня должно быть. То есть прямо вот так просто раз, огибаю один раз, огибаю другой раз. Снова не путайте лицо с изнанкой, иначе будет не очень красиво выглядеть. Я делаю еще два ряда точно таким же образом. У меня пока что три ряда и основа. Дальше я проволоку замеряю вот таким образом. Как будто бы делаю еще одну дугу и отрезаю. И вот на этот кусочек я теперь собираю стеклярус, то есть рубку. И теперь делаю еще один ряд, точно такой же круглый. Тут, если у вас, к примеру, одна рубка где-то посередине основы застряла, вы ее просто видите либо туда, либо сюда, у вас чуть-чуть сместится ось, ничего страшного в этом нет. Делаем последний ряд и закручиваем проволочки. Я использую проволоку 0,3 мм. Она, как видите, такая желтая какая-то, но в сочетании с этими золотыми бисеринами выглядит хорошо. Хотя сначала она мне показалась такой желтушной уж слишком. Но на самом деле очень даже неплохо все выглядит. Если у вас есть возможность, возьмите проволочку потолще, где-то 0,35, вот начиная от 0,35 см. У меня 0,3, она немножко мягкая, поэтому если это роза, это первое, что вы будете делать из бисера, то лучше всего взять проволоку потолще. Сохраните себе нервы и скорее работу сделайте. Верхнюю проволочку я отрезаю и загибаю наизнанку. Лицо у нас все ряды ровные, проволока не видна. Наизнанке все проволочки. Всего нам потребуется 3 таких лепестка. Приступаем к следующему ярусу. И листики, лепестки следующего яруса выглядят вот таким вот образом. Такой листик состоит из основы в 5 бисерин, затем 5 дуг обычным бисером и 6 дуга из рубки. Делаем такие листики. Для этого я снова беру 5 бисерин на основу, но в этот раз уже делаю острые листики. Для того, чтобы сделать острые листики, я точно так же, как и в предыдущем варианте, тяну бисерную проволоку наверх, но оставляю небольшое расстояние между вот этой верхней бисеринкой на оси и верхней бисеринкой на бисерной проволоке. Просто как бы вытягиваю ее вверх. Этого расстояния вообще незаметно, но у вас образуется острый краешек. Как раз то, что нам необходимо. Внизу, как обычно, кругло. Круглые листики делать намного легче, чем острые. Но с острыми тоже не возникнет никаких проблем. Вы просто должны немножко расстояние тут оставлять. И теперь делаю точно так же еще... Так, это второй ряд, значит, еще три ряда. Теперь я точно так же отмеряю, замеряю, сколько мне необходимо для рубки и набираю ее на этот хвостик. Я, конечно же, уже неоднократно в моих видео упоминала, чтобы, когда вы плетете во французской технике, обращайте внимание, где у вас лицевые ряды, где ничего незаметно, ни проволочки, ничего, а где изнаночные, не путайте их. Но это упоминаю еще раз для тех, кто, может быть, впервые видит мое видео. Поэтому, чтобы обращали на это внимание. Как вы заметили, этот листик от этого мало чем отличается, просто у нас теперь острый край и большее количество рядов. Следующий листик вообще от этого мало чем отличается. Это лист третьего ряда. У него также основа 5 бисерин, затем у него 7 дуг обычного бисера и 8 из рубки. Вот он просто чуть-чуть больше. Таких листиков мы делаем 3 и таких также 3. Пока у нас готово несколько лепестков, можем их сразу собрать, чтобы уже видеть небольшой такой результат. Для стебля розы я использую вот такую вот толстенную проволоку. Она сможет выдержать весь вес бутона. Далее мне потребуются нитки золотые или, если вы хотите, проволокой можно будет все это соединять. Пока что, пока вот этой вот нитки видно не будет под лепестками, я использую вот такую вот тоже. Она какая-то такая оранжево-желтая. Но ее все равно видно не будет, поэтому можете хоть голубую взять. Сначала мы собираем вот такие вот маленькие самые первые лепестки и я их скручиваю в обратном направлении. Смотрите, ножка тут, а я их скручиваю вот таким вот образом. Ножку опускаю вниз. И так со всеми. А затем просто их вставляю друг в дружку. Далее мы берем лепестки второго уровня. Это вот такие вот. И делаем следующее. Большим пальцем прижимаем их чуть-чуть ниже середины и потом с другой стороны, ну вот так вот просто зажимаем его, чтобы он образовал вот такой вот лепесток. Верхнюю часть слегка отгибаем. У вас образуется вот такой вот лепесточек. Согнуть его на самом деле очень легко, хотя может так не показаться. На данный момент выглядит вот таким вот образом. Вы как бы прикрепляете эти лепестки таким образом, чтобы один листик перекрывал следующий. То есть один за другой цепляется. С лепестками третьего уровня мы делаем то же самое. Вот так выглядит на данном этапе бутон. Если вы боитесь, что он распадется, вы можете либо леской, либо золотой вот такой проволочкой связать его где-то вот так на этом уровне или просто зацепиться за несколько рядов, чтобы придать ему большей стабильности. Продолжение следует...